В Екатеринбурге около 4 часов утра, под покровом густой уральской тьмы, в магазине сети «Монетка» на Академической 26 приключились съемки ремейка фильма «Обитель зла». Кто-то спросит, а какого из девяти? Ну того, самого первого, где решался вопрос, как пройти сквозь решетку и не распасться при этом на куски. В «Монетке» парочка сигаретных воров решила этот вопрос легко и прошла сквозь решетку, отогнув несколько нижних элементов. Ну то есть проделав в решетке нору. В торговый зал воры проникли с уважением, почтением и пиететом на коленях и даже ползком на брюхе. Понимая, что на взлом раздвижной гармошки ушло много времени, алчные злодеи, перепрыгивая через кассу, тотчас устремились к диспенсеру с сигаретами и стали по бырику наваливать пачки в большую пластиковую корзину. Что примечательно, помимо сигарет, парни в капюшонах и масках потырили еще и гигиенические тампоны. Со всеми вытекающими. Возможно, когда воры шли на дело, дама одного из них сказала на дорожку. Карп, тампончики прихвати, ну с тремя капельками, ты в курсе. Всего на преступление с момента заполза в торжеще до момента выполза в ту же дыру у сигаретчиков, ну теперь получается тампончиков, ушла 1 минута 35 секунд. Ровно столько понадобилось Келяну Мбаппе, чтобы забить два гола Аргентине в финале футбольного мундиаля в Катаре. Да, вот такие разные судьбы. Кто-то за 95 секунд спасает родину, ну или по крайней мере делает все от него зависящее, чтобы спасти родину. А кто-то за 95 секунд тырит сигареты и тампоны на общую ущербную сумму 15 186 рублей. Ну видно, что пацанам времени не хватило, чтобы заполнить всю корзину, но зато успели отвалить до приезда чоповцев. Ну и в ремейке обители зла поснимались, вошли в криминальные аналы, как воры, просочившиеся сквозь раздвижную решетку на воротах. За находчивость пятерка, за преступления тоже около того, если их конечно поймают. А вот за сутки до них на другую монетку, на Щербакова 150, напали не такие веселые и находчивые воры. В шестом часу утра они взломали основную дверь, но тут же в тамбуре уперлись в раздвижную решетку. Такие они ведь ее не смогли одолеть, по очереди долбили железякой по замку и все тщетно. Кстати, может на академической, в следующую ночь, в монетку пришли те же самые? После облома посидели такие, покреативили, в интерсети поползали, узнали, как победить гармошку и прошли сквозь нее, как сыр сквозь масло.